Привет, в эфире снова канал Девайс, в этом видео я расскажу о лучших видеокартах для игры в Full HD в 2024 году. На первое место сегодняшнего рейтинга я определил красную видюху ARX 7600 стоимостью около 29 тысяч рублей. Я относительно недавно уже рассказывал про эту карточку, но что делать, количество вариантов мягко говоря немного ограничено. Если рассматривать 7000 линейку AMD, все остальные модели не будут оптимальными для Full HD целевого разрешения сегодняшнего топа. В то же время ARX 7600 просто идеальный претендент на лидерство. Есть правда неплохой альтернативный вариант от конкурентов, но о нем чуть позже. Итак, Radion ARX 7600, довольно свеженькая видюха 2023 года, полным ходом поддерживаемая как командой красных, так и разработчиками игр. Базирующаяся на архитектуре RDNA 3 карточка оснащена 8 гигабайтами памяти GDDR6 и слегка урезанным графическим процессором Navi 33. В Киберпанке эта видюха выдает средний фреймрейт 79 кадров в секунду в 1080p на ультрах. Ну и в целом для гейминга в Full HD производительности вполне хватает. В большинстве случаев еще и с приличным запасом. Чуть грустнее будет ситуация при включении трассировки лучей. С фирменной технологией NVIDIA у AMD всегда дела обстояли не очень. Ну и еще немного инфы о Radion RX 7600. Это двухслотовая карта с TDP 165 Вт, что уже накладывает некоторые требования к охлаждению и блоку питания компьютера. Эталонная версия достигает длину 204 мм. Интерфейс PCI-Express 4.0 x8. Видюха нуждается в дополнительном 8-пиновом питании. Для полного счастья осталось сравнить производительность с другими участниками рейтинга, но об этом ближе к концу выпуска в игровых тестах. Кстати, ссылки на все видеокарты из этой подборки ты найдешь в описании под видео. Проходи по ссылкам, если хочешь найти лучшие предложения в надежных магазинах, уточнить текущие цены на Видюхе, ознакомиться с отзывами покупателей. Второе место предсказуемо досталось еще одной младшей модели в своей линейке, но от конкурирующей фирмы. Как ты, возможно, уже догадался, речь идет о Видюхе RTX 4060. В магазинах ее можно найти по цене в районе 32 тысяч рублей. С младшей представительницей семейства AdelaFlace точно такая же история, как с Radeon RX 7600. То есть, все другие модели серии никак нельзя назвать оптимальными именно для разрешения 1080p. Без рейтрейсинг и других фирменных технологий, Nvidia 4060 выдает плюс-минус такую же игровую производительность, как и Radeon RX 7600. В одних сценариях красная карточка будет впереди на парочку FPS, в других зеленая. И напоследок отмечу, что энергопотребление и тепловыделение у младшей модели 40-й серии существенно ниже, чем у ее предшественницы RTX 3060 и красные видеокарты RX 7600 с первого места сегодняшнего топа. Ее TDP составляет всего 115 Вт. Подпишись на канал Девайс, лайкни видео, если интересуешься компьютерами и всем, что с ними связано. Задавай вопросы и высказывай свои соображения в комментариях. Третье место досталось карточке RTX 3060. Ее можно взять примерно за 28 тысяч рублей за версию с 12 гигабайтами памяти GDDR6 и процессором GA106. У этой видюхи было тяжелое детство. Оно пришлось на мрачные времена острой нехватки чипов для графических ускорителей. Но и на волне дефицита на модель линейки стали сливать некондицию от более топовых адаптеров. Поэтому в живой природе можно встретить версии 3060 модели не только с разным количеством памяти 8 и 12 гигабайт, но и с разными процессорами. Городские легенды гласят, что ускорители с урезанными GA104 более стабильно работают на повышенных частотах. Но не будем углубляться в дебри мифологии. Тем более, что между различными модификациями RTX 3060 практически во всех игровых сценариях разницы примерно никакой. Лучше я сравню 3060-ю с младшей представительницей семейства Adela Flays со второго места. Надо же ответить на вопрос, стоит ли экономить, купив более старый графический адаптер. Итак, поехали. Момент первый – дата выпуска. При любых раскладах чем новее, тем лучше. Плюсик в карму RTX 4060. Момент второй – видеопамять. У представительницы 30-й серии ее на 4 гига больше. Вроде как и преимущество, но далеко не факт, что тебе вообще придется столкнуться с ситуацией, когда это преимущество будет иметь значение. Момент третий – реальная игровая производительность. А в этом плане дела у младшей представительницы семейства Empire обстоят хуже, чем у RTX 4060. Так, в Full HD на ультрах 3060 выдает в среднем 65 фпс, у RTX 4060 – 74 фпс. И это далеко не самый клинический случай, в некоторых проектах разбег в производительности доходит до 30 и более процентов. Другая картинка была бы с RTX 3060 Ti, но эту видюху имела бы смысл рассматривать, будь она на несколько тысяч дешевле. Если хочешь купить железо подешевле, в моем телеграм-канале ты найдешь скидочные промокоды для выгодных покупок, а также всевозможные компьютерные обзоры сравнения рейтинги. Ссылка на канал в описании под видео. Подписывайся. На четвертое место я поставил красную видюху далеко не первой свежести – Radeon RX 6600. Она все еще неплоха для игры в Full HD на ультрах, но по игровой производительности уступает тройке лидеров сегодняшнего топа. Так, в Cyberpunk средний фреймрейт RX 6600 составляет 56 фпс. Не лучшая ситуация и в других играх. Что же эта видюха делает в сегодняшнем рейтинге? А цены сбивает. Вот по этому параметру она выглядит привлекательнее всех остальных участников. В магазинах RX 6600 можно купить примерно за 23 тысячи рублей. И последнее, пятое место топа внезапно досталось видюхе Intel Arca i750 с графическим процессором DG2 512 и 8 гигабайтами памяти GDDR6. Этот графический ускоритель обойдется около 24 тысяч рублей. Цена ниже, чем у RTX 3060, игровая производительность плюс-минус на том же уровне. Но при всем при этом однозначно рекомендовать синюю видюху я не могу. И тому есть несколько причин. Впрочем, все эти причины объясняются одним фактом. Линейка ARC стала первой попыткой Intel выйти на мировой рынок игровых видеокарт, давно поделенный между красными и зелеными. И тут же синие столкнулись с проблемой по всем фронтам. Во-первых, разработчики игр не торопились адаптировать программный продукт под интеловские карточки. Во-вторых, у синих не было опыта по написанию ПО для дискретных геймерских видюх. Как результат, драйвера Intel Arc допиливают уже третий год. Но у пользователей все еще есть чудесный шанс нарваться на неадекватное поведение синей видеокарты в том или ином сценарии. Но есть и хорошая новость. Ситуация постоянно улучшается, так как программисты Intel стараются оперативно реагировать на каждую шероховатость кода, обнаруженную пользователями. Ну и самое время сравнить все видеокарты из сегодняшней подборки в разрешении Full HD. Все игровые тесты проводились в пятерке популярных тайтлов на ультра-настройках, но без FSR, DLSS и Raytracing. Результаты перед тобой. Результаты выглядят довольно предсказуемо. Собственно, все участники рейтинга уверенно демонстрируют, что они не зря в сегодняшнем топе оказались. Даже RX 6600, пусть это видюха и не всегда дотягивает до психологической отметки 60 фпс. В лидерах RX 7600 и RTX 4060. В аутсайдерах RX 6600. Синяя аркой 750 примерно на уровне RTX 3060. Но с интеловской картой, повторюсь, все еще возможны самые неожиданные приколы на ровном месте. На этом мой рейтинг лучших видюх для игры в разрешении Full HD подошел к концу. Не забывай, что в описании ты найдешь ссылки на все карты из видео по лучшим ценам. И не забудь подписаться на телеграм-канал со скидочными промокодами. Ставь лайк на видео, задавай вопросы и делись своим мнением в комментариях. Подписывайся на канал Девайс. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok